Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые слушатели. Программа «Встретились, поговорили». Сегодня проведу её я, Олег Пека. И сегодня мы будем на самые широкие темы говорить, ну, в основном связанные с историей. Но история – это такая вещь, которая стучится в наши сегодняшние двери и в нашей студии историк, историк-исследователь интеллектуальной истории России, историю культуры России, социальной философии, автор более трёхсот научных работ и двух десятков книг, Семён Аркадьевич Экштуд. Здравствуйте, добрый день. Добрый день, очень приятно. И да, наверное, может быть, мы начнём с того, что история вообще такая очень удивительная наука. И у Бернарда Шоу, по-моему, была реплика очень достаточно ядовитая, что скажет история, история, как всегда, собрёт. Собрёт. Да. И насколько можно верить тому, что пишут учебники, насколько история вообще меняется в зависимости от какой-то политической конъюнктуры, может, такой нелицеприятный вопрос историку. Я охотно на него отвечу. Дело в том, что великий русский и мировой учёный, Михаил Михайлович Бахтин, он сказал так, что вечная сторона истории, то есть то, что связано с фактами, история завершена, смысловая, она открыта. Потому что мы смотрим на историю, на прошлое под каким-то новым ракурсом. Мы даже не столько узнаём новые факты, мы отыскиваем новые смыслы. И это заставляет менять учебники. Мы с трудом сейчас можем себе представить жизнь людей, у которых, скажем, не было возможности поговорить по телефону, даже не то что по мобильному, а по стационарному. Мы с трудом себе представляем людей, которые писали письма, и эти письма шли, и отправлялись по определённым почтовым дням, и в справочной книге, вот откройте там справочники XIX века, и там указаны почтовые дни, вот когда принимают почту, когда почта приходит, и люди приноравливали ритм своей жизни вот к этим почтовым дням. А попробуйте найти указание на это в каком-нибудь учебнике, вне зависимости от политической конъюнктуры. Вы не найдёте. Люди приноравливали свою жизнь к отправлению, скажем, почтовых дилижансов. Это было новое слово, они появились только в конце первой четверти XIX века. Потом появились поезда, и это внесло новизну в ритм жизни. А учебники истории об этом пока ещё не пишут. Вот только-только появилась книга «Поседневная жизнь русского путешественника в эпоху бездорожья». И мы взглянули на историю под совершенно неожиданным углом зрения. Мы ведь не задумываемся, а что стоили путешествия. Вот сколько нужно было платить, скажем, если дорога была первого класса, за одну версту, за одну лошадь там платили, по-моему, 10 копеек. А если, значит, дорога была второго класса, то платили 8 копеек. Вот посчитайте, сколько стоило доехать там от Петербурга, скажем, до Риги. И сразу история предстаёт другой. Причём здесь политика? Политика здесь ни при чём. Мы просто начинаем глубже понимать жизнь простого человека, который претерпевает недуг бытия вот в эпоху каких-то социальных сломов. Значит, вот недавно отмечали там юбилей сооружения железной дороги, первой в России. А ведь с точки зрения политической экономии выгоднее всего было не железную дорогу строить. И многие не понимали, зачем она нужна. Это ведь очень дорого. А выгоднее всего, вот как сейчас модно говорить на языке рекламы, оптимальное сочетание цены и качества, выгоднее всего было развивать водные пути. Вот, то есть скорость ещё была не нужна ни бизнесу, ни в общем потребителю. Потому что человек спокойно относился к тому, что он там путешествует длительное время. И это время как бы выключалось из жизни. Вот, а учебники истории пока отстают от этого. И политика здесь ни при чём. Поэтому я против того, чтобы говорить о том, что мы переписываем историю в угоду политике. Нет, мы её вынуждены переписывать, потому что открываем какие-то новые смыслы, которые раньше мы не видели. Я только один показал, вот связанный с путями сообщения, да. А ведь есть и другие смыслы. Возьмите, скажем, историю денежного обращения. Ведь деньги имели одна и та же денежная единица, она по-разному котировалась. Ну, слово «девальвация» тогда было известно, но тем не менее все понимали, что, скажем, бумажный рубль и рубль серебряный или золотой – это немножко разные деньги. А с этой точки зрения историю же никто не писал, никто не изучал, скажем, наполнение потребительской корзины вот рядового жителя, там, неважно, Российской империи или каких-то её областей, которые потом стали самостоятельными государствами. А ведь корзина же менялась. Я просто нашим слушателям напомню, что как раз наш сегодняшний гость, Семён Аркадьевич Экштадт, автор множества книг, которых он раскрывает, повседневную жизнь людей, и в том числе это даже и картин, то есть там есть удивительно интереснейшие исследования, где вот просто оживают. И до сих пор я знаю, что вы пишете, продолжаете писать целую серию статей, вот там с Репина картины, портрет государственного собрания, где какие-то появляются персонажи. Вот насколько интереснее заглянуть в эту повседневную жизнь, чем видеть официальные сводки, не знаю, там раньше это была жизнь царей, сейчас это какие-то экономические выкладки, как меняется, там типа вот растёт благосостояние и так далее. Это удивительно интересно, потому что оживают люди, да то ли неизвестные, и меняется представление об истории. Понимаете, вот скажем, если мы пойдём в какое-нибудь музейное собрание, это неважно, Москва, Петербург, Париж, Лондон, мы увидим парадные портреты фигур первого плана. Ну или людей, которые не были политическими фигурами первого плана, но занимали достаточно высокое социальное положение. И мы крайне редко увидим портреты людей, которые, ну, были, скажем, полицмейстерами в каком-нибудь городе или врачами при каком-нибудь подразделении армейском. А ведь эти люди созидали цивилизацию. У них была своя история, и когда мы начинаем, ну, скажем, изучать жизнь большого города, допустим, Петербурга, с точки зрения его благосостояния, с точки зрения создания инфраструктуры, и с точки зрения борьбы с преступностью. Вот вы не поверите, у нас очень много, ну, модно говорить о том, что там архивы закрыты, ничего подобного, они открыты. И вот были такие отчёты Санкт-Петербургского градоначальника, где он писал о том, как вот они прокладывали этот Трепов, тот самый, в которого стрелял Ивера Засулевич. Да, и вот он пишет о том, как он, значит, прокладывает новые улицы, появляется электрическое освещение, ну, трамваев ещё нет, но уже есть конка, значит, как происходит борьба с преступностью. И, между прочим, он безуспешно борется с проституцией, с индивидуалками. И вот каждый, значит, полицейский, который отвечает за свой участок, пытается выдавить этих ночных бабочек соседу. И вот они кочуют постоянно. И об этом пишется в официальном отчёте. Я когда прочитал это, я крайне удивился, потому что, ну, если бы об этом писала какая-нибудь жёлтая пресса, это было бы понятно. А об этом явлении откровенно пишет, значит, градоначальник, пишет, что да, вот они борются, и пока ничего не получается. И приводятся цифры. Ну, и там, между прочим, указан национальный состав, там какое-то количество, значит, девушек из Ревеля, какое-то количество, там, значит, из Финляндии, там, из Выборга, вот так вот. Вот из Риги тоже есть представительницы. И даже, между прочим, одна турчанка после русско-турецкой войны, которая пользовалась бешеным успехом. Одна турчанка на Петербург, можете себе представить. Вот это в официальном отчёте. Так что это заставляет иначе писать историю, и политика здесь совершенно ни при чём. Просто мы, что называется, шире, открываем глаза и видим то, что раньше не замечали. Или не хотели замечать, может быть, по причине своего нелюбопытства и своей ленности. Да, я просто вот читаю, вспоминая книгу о Тютчеве, я помню, что я попросту подпрыгну, когда вы рассказываете там историю о том, что у дедушка Тютчева, оказывается, у него был роман с Салтычихом. И да, вот это вот вдруг соединяется, просто кажется совершенно, что ты, ну, по-новому абсолютно, ты смотришь. Абсолютно. Что у него был одновременно и военно-полевой, и служебный роман, потому что он занимался межеванием земель, межевал земли вот этой Дарьи Салтыковой, и у них вспыхнул роман. Вот. А она потом пыталась, значит, взорвать его дом. Представляете, вот терроризм в 18 веке, это не верится. Что купить порох, подсунуть под застреху и зажечь. Ну, в 18 веке люди были, в общем, богобоязненные, и как бы освоить, чтобы конюх освоил смежное мастерство террории, профессию террориста. Шахида практически, да. Да, это когда он предпочел быть запоротым, но не... Не взять грех на душу, да. Ну, вот действительно, вот эта удивительная история, которая оживает благодаря этим деталям. И, в частности, вот вы известны как историк русской интеллигенции и вот это вообще движение. Насколько это явление всегда ведь говорят о том, что только для России вот характерно понятие вот именно интеллигенция, потому что это сильно отличается от этого же, то, что вкладывается в это понятие в других странах. Вот в чем это отличие, почему, когда, в какой момент был, сформировался этот класс и что его отличало? Ну, я не стал бы говорить о классе. Впервые слово интеллигенции употребил Василий Андреевич Жуковский, известный поэт, в 836 году. Это как бы факт. Но Бабарыкин, известный такой билетрист XIX века, он приписывал это себе, что он в одном из своих романов употребил это слово в 60-е годы XIX века. И, в общем, современники считали, что Бабарыкин основоположник, что он первый, он просто пустил в ход, но первый употребил Жуковский. Понимаете, тут говорить можно очень много, и всё равно самого главного не скажешь. Русская интеллигенция отличалась тем, что она опережала в своих мечтах, в своём нетерпении реальные возможности страны. И русская интеллигенция отличалась потрясающей антибуржуазностью. Вот в этом был парадокс. С одной стороны, буржуазное развитие страны создавало массу возможностей для реализации человека интеллигентной профессии. С другой стороны, этот человек считал своим долгом обличать сребролюбие всех вот этих купцов, которые делают деньги. И ещё такой момент. Вот если вы возьмёте великую русскую литературу, то ни в одном произведении вы не найдёте описание механизма обогащения. Неважно, праведного или неправедного. Ну, обычно говорят, вот Гоголь, Чичиков, что Чичиков собирался сделать вот эту афёру, аферу, значит, и таким образом разбогатеть. Но, скажем, даже если бы удалась эта спекуляция с мёртвыми душами, он ведь национальное богатство бы не увеличил. Он просто перераспределил бы деньги, он ограбил бы казну, и в конечном итоге ограбил бы вот этих вот крепостных христиан, живых и мёртвых, которые платили подати. Но, говорят, Штольц якобы у Гончарова, тоже это ходульная такая фигура, там не описан механизм. Вот первый человек, который это сделал, был Чехов, который описал реальный механизм, который действительно существовал в России, что вот большое имение делится на садовые участки, продаётся, и за счёт этого зарабатываются деньги. Это вот был первый, единственный пример. В то время как, если вы возьмёте французскую литературу Бальзака, там множество, вот Энгельс даже говорил, что он о каких-то экономических деталях узнавал не из монографий экономистов, а из сочинений Бальзака. Вот, поэтому вот в этом противоречивость истории русской интеллигенции, что она не знала реальной жизни, в общем, не хотела её знать. И как вот я прочитал у одного очень такого умного купца, его фамилия Варенцов, он сумел заработать 16 миллионов рублей до революции, начав с нуля. Он торговал каракулем с Средней Азии, там с Бухарой, там с Хорезмом. И он говорил, что русская интеллигенция почему-то считала нужным идти в народ и народ поучать, а нужно было вместе с народом работать, нужно было нести цивилизацию. Но это было очень долго. А, как я подчёркиваю, родовой грех русской интеллигенции состоял в нетерпении, которое очень быстро переходило в нетерпимость. То есть или должно быть по-нашему, или никак. Вот призывать Русь к топору, вот это было для них... Вспомните, что Чернышевский писал своей невесте. Невесте? Молодой человек, он пишет, что меня не испугают ни пьяные мужики с дубьём, ни кровь, ни резня. Что революция неизбежна, я приму в ней участие. Ну, нормально ли это вот сейчас, когда мы знаем, чем заканчивается любая революция? А он пишет, вот кабинетные учёные, что да здравствует вот этот русский бунт бессмысленный и беспощадный. Ну вот этим всё и закончилось. То есть интеллигенция пыталась заварить кашу в расчёте на всю империю, а в итоге сама осталась без хлеба. Вот таков мой взгляд на проблему. Но получается ли, что только русская интеллигенция виновна в событиях 1917 года, и то, что такой вот действительно радикализм привёл к такой национальной катастрофе? Нет, конечно. Нет. Когда я говорю о русской интеллигенции и о её вине, это только одна ниточка. А там этих ниточек очень много. Потому что виновата была и царская власть, которая не всегда умела отбирать способных людей. Виновата была и придворная комарилья, которая этих способных людей не пускала во власть. И об этом писали люди, которые ненавидели революцию и ничего общего с революционным движением не имели. Они отмечали, что да, машинка-то портится. Виноваты были и представители, скажем так, армейской элиты, которые не учитывали опыт сначала русско-турецкой войны, потом русско-японской. То есть виновных очень много. Ведь о том, что революция неизбежно, говорили чуть ли не с 20-30-х годов 19-го века. Юный Лермонтов писал, «Настанет год России, черный год, когда царей корона упадет, забудет чернень прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь». Юноша пишет такие стихи, и никто не ужасается. Пушкин писал, ну, правда, это перевод французской эпиграммы, но, тем не менее, мы добрых граждан позабавим и у позорного столба кишкой последнего царя удавим. И никто ведь не приходил в ужас от подобного рода острот. А сейчас мы, когда действительно знаем, что была смерть царя, вот такая трагическая, мы же совсем иначе воспринимаем эти пророчества. А насколько вам кажется, вот эта цикличность, странная цикличность истории, то есть вот будучи историком, вы не видите ли вы каких-то параллелей в том, что глядя на какие-то вот явления, которые происходят в наши дни, в параллели с прошлым, и, ну, получается, что можно как будто бы предвидеть, чем закончится вот это. Знаете, я не сторонник теории цикличности, и я знаю, что существует такая точка зрения, что новая побеждает не потому, что она доказывает свою правоту, а потому что умирают сторонники старого. Вот это более верно описывает ситуацию. В истории действуют людские поколения. Вот они восходят, зреют и падут, как писал Пушкин. Вот по мере того, как одно поколение сменяется другим, сменяется и система ценностей, сменяется и система оценок, сменяется представление о сущем и должном, сменяется представление о допустимом, о возможном, о осуждаемом. Общество более терпимо или менее терпимо, общество более гуманно или более жёстко реагирует на какое-то девиантное поведение. Вот с этим всё связано. Но, как говорили классики, история никого и ничему не учит. И если человечество извлекает какой-то урок из истории, что этот урок печален, что человечество не извлекает из истории никаких уроков. Но история проучивает за незнание этих уроков. Поэтому, конечно, надо, вот моя точка зрения состоит в том, что нужно видеть корни сегодняшних проблем, которые уходят в прошлое. Нужно задумываться о том, какие методы решения этих проблем предлагались в прошлом. Нужно задумываться, почему эти методы оказались неэффективными. Почему они не достигли своих целей. И проанализировав вот это первое, второе, третье, нужно предлагать какие-то методы и нужно обосновывать, почему мы уверены в том, что вот эти методы приведут к каким-то результатам, пусть на ограниченном этапе времени. Активная жизнедеятельность одного человеческого поколения это 25 лет. Значит, прогнозировать больше, чем на два поколения не получается. Значит, если мы предлагаем какой-то метод решения болезни или, наоборот, профилактику возможной эпидемии, мы должны предвидеть, ну, хотя бы на 50 лет. На 100 лет прогнозировать бессмысленно. Ну, как еще Острел Волонт у Булгакова, для того, чтобы составить план, нужно иметь в запасе, ну, там, 400-500 лет. А, понимаете, если мы посмотрим на то, что было 500 лет назад, мы убедимся, что люди-то были совершенно другие, мы их вообще не понимаем. Ведь, посмотрите, мы можем быть религиозны или мы можем быть ну, агностиками, но, как правило, у современного человека нет понятия греха в его религиозном смысле, какой он был там в 19-18 веке при всем свободомыслии. Вот человек понимал, что вот он что-то делает не так, что это грех, он переступал через это, но он это замаливал, он в глубине души понимал, что он поступил не так, он мог быть циником, он мог с этим не считаться, но в нем крепко сидело понятие греха, греховности каких-то поступков. Это не значило, что это понятие заставляло его остерегаться или бояться кары, или страшного суда. Я не про это говорю, что было понятие греха. Сейчас вот такого понятия, мне кажется, нет при всей показной религиозности очень многих людей. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Семен Аркадьевич Экштуд, российский историк, у нас в студии. Буквально через пару минут вернемся и продолжим беседу. Продолжается, продолжается программа «Встретились, поговорили». Семен Экштуд, российский историк, у нас сегодня в гостях. Мы говорим о каких-то причудливых совершенно изгибах истории, истории, в частности, России. И, конечно, когда вот читаешь ваши книги, написанные о прошлом, в принципе, все равно вот сдрагиваешь, насколько современно звучат мысли. Например, всякие попытки к политическим выступлениям в России равносильны старанием высекать огонь из куска мыла. Федор Тючев. Да, да. Насколько вот это было написано тогда, а звучит абсолютно, ну не знаю, мне кажется, многие сочтут это и актуальным сегодня. Насколько история, вот как вам кажется, например, если мы говорим о России, вот после революции, насколько Сталин воссоздал Российскую империю, потому что вот так, ну, когда вот мы отходим назад, мы, в принципе, видим, что то те же самые практические очертания границ, я не знаю, в каких-то мелочах вернулись погоны у офицеров армии, раздельное обучение. Ну и вот, ну, вот если брать вот одно за другим, то, в принципе, как будто бы ты понимаешь, что он, Иосиф Виссарионович, воссоздавал, ну, в принципе, вот старую, добрую, вот Николаевскую, может быть, даже Российскую империю. Вот насколько вам кажутся эти аналогии уместными? Они во многом уместны, а во многом поверхностны. Я сейчас скажу вам, возможно, парадоксальную вещь. Все знают, когда началась, ну, Великая Октябрьская социалистическая революция или Великая Русская, Великая Российская революция, как её сейчас называют, или Октябрьский переворот. Все знают. 1917 год. А вот если задать вопрос, а когда революция закончилась? Помните, в наши времена ещё была такая песня есть о революции? Начало нет, революция конца. Так вот, у меня есть такая точка зрения, что революция закончилась в большом времени истории, как сказал бы Фернан Брантель, в длительной временной протяжённости, в 1947 году. Я скажу, почему. Потому что в 1947 году уже был разгадан секрет ядерного оружия. Ну, испытание пройдёт в 1949, но в 1947 мы уже знали, как сделать эту бомбу. Безопасность границ государства, которую отстояли в годы войны, была гарантирована и в дальнейшем, потому что об этом знали. Было воссоздано государственное устройство, включая даже сословное отделение общества. И здесь я остановлюсь несколько подробнее, потому что это моя любимая тема. Вот посмотрите советские фильмы конца 30-х годов, начала 40-х. И посмотрите, как складываются брачные пары. Скажем, небесный тихоход. Вот майор Булочкин, ну, человек положительный, солидный, командир эскадрильи, старший офицер, майор. Он становится мужем девушки из приличной семьи. Она дочь генерала, командира его дивизии, девушка с высшим образованием и все такое. А вот там старшие лейтенанты и лейтенанты, они как-то между собой брачуются. Возьмите какой-нибудь фильм там «Свадьба с приданным». С приданным, прошу прощения. Значит, понятно, или вот этот вот фильм «Кубанские казаки». Председатель колхоза женится и выходит замуж за председателя колхоза. А вот бригадиры Звеньевы, они между собой. Вот такого, чтобы вот история Золушки, чтобы девушка из простых и стала, скажем, супругой сына генерала, это уже не происходит. И в реальной жизни дети маршала Жукова и маршала Василевского между собой, дети министра вооруженных сил Булганина и дети в тот момент министра военно-морского флота Кузнецова, они тоже вступают в брак. Светлана Сталина выходит замуж за сына Жданова. Вот эта сословная вертикаль сознательно выстраивается Сталином. Да, это так. И даже были такие разговоры, это зафиксировано техникой подслушивания и прочее, что простые люди говорили, вот, вернули погоны, вернули чиновников, вскоре будем всем им как кланяться в пояс и говорить там ваше благородие. То есть, вот ожидали и этого. Но тут вовремя остановились. Скажем, не стали создавать новое советское дворянство. Но новую знать создали, потому что, понимаете, вот когда созидается государство. Вот к 47-му году закончилась революция, было создано новое государство с новой сословной структурой общества, в общем, с новым закрепощением. Новый класс жил. Да, с новым закрепощением крестьян. Вот, поэтому в известной степени эти аналогии имеют место, а с другой стороны, эти аналогии очень поверхностны, потому что нужно объяснять, что произошло. Государство не может существовать без правящего слоя, без слоя бесправного. И вот это все было создано без каких-то институтов власти. Да, и, кстати, чтобы закончить тему конца революции, ведь в конце 47-го года была проведена денежная реформа, и был создан новый рубль с золотым содержанием, довольно-таки высоким, и рубль приравнивался к золоту, а не к доллару, как до того. Это рубль был очень крепкий и обладал высокой покупательной способностью. Помните, как Михалков писал, кажется, Кайцев Михалков в одной из своих басен, как рубль говорит доллару, а ну посторонись, советский рубль идет. К этому же моменту были отменены карточки, в Советском Союзе их отменили раньше, чем в других странах антигитлеровской коалиции, и первое время продукты были. Ну понятно, что это в известной степени была показуха и так далее, но тем не менее карточки были отменены. Вот и страна выстояла в такой мощной войне. И уже была создана там стратегическая авиация, создавались ракеты, то есть проходило перевооружение армии, появился автомат Калашникова, первый вариант, если угодно. То есть куда мы не обратимся, мы видим явление новой государственности. И в то же самое время сформировалась, я вот это подчеркиваю, новая сословная структура общества, и как бы человеку ненавязчиво внушалось, что надо быть довольным своим положением, и не нужно стремиться куда-то ввысь. Вот это стремление, свойственное двадцатым годом, первой половине тридцатых годов, вот это мечта прекрасная еще не ясная, когда все стахановцы, все передовики, все знатные люди, все куда-то там врываются, вот это остановилось. Да, это не просто остановилось, это, значит, в известной степени начинает отрабатываться назад, и вводится ведь плата за высшее образование, и вводится плата за десятилетку, старшие классы, десятилетки, то есть интеллигенция начинает воспроизводить сама себя, и эти деньги, они для человека интеллигентной профессии, вот эта плата, она невысока и вполне доступна для сына, там, скажем, инженера, или сына врача, или для сына старшего офицера, это деньги, а для сына колхозника это деньги совершенно неподъемные, потому что люди работают, в общем-то, за труды, не за палочки, а не за реальные деньги, об этом как-то стараются не думать, но потом это, Сталин умирает, это отменяют, и вот вот эта такая выстроенная сословная структура общества, она начинает размываться, но это уже совсем другая история. Но вот мы говорим об истории, действительно, истории вот о том, что вы стоили в войне, очень жестокой, и совсем недавно у вас была очень интересная статья, я читал ее, где вы рассказывали о судьбе Георгия Астахова, одного из тех людей, который стоял вообще у истоков заключения пакта о ненападении, который вот именуют там Молотова Риббентропа все время, и насколько вот сейчас эта оценка, я знаю, что сейчас опубликованы достаточно большое количество, вот в Вестник архива президента Российской Федерации СССР Германии, там большой, большой корпус документов, вот насколько остались ли еще какие-то темные пятна, потому что мы видим о том, что это очень спорный, вот именно один из таких самых спорных моментов, поскольку некоторые называют этот пакт о ненападении как раз-таки причиной начала Второй мировой войны. Нет, это ошибка. Корпус документов действительно очень большой, это том энциклопедического формата, как большая советская энциклопедия, очень толстый, он мною прочитан и законспектирован, там много новых документов, хотя каких-то сенсационных особенно нет, но то, что это собрано вместе, вот когда ты читаешь, ты понимаешь. Понимаете, фактически Вторая мировая война началась вот не поверите, 30 сентября 1938 года, когда был подписан Мюнхенский сговор и когда Германия, Италия, Франция, Великобритания решили судьбу Чехословакии, когда суверенное государство было вынуждено отдать часть своей территории. В том числе и Польша, кстати. Польша немножко позднее вмешалась, отхватила Тешинскую область, это вызвало бешенство Гитлера. Кстати, вот опубликованные документы говорят о том, что польская армия готовилась к нанесению превентивного удара против Германии. И, между прочим, вот недавно опубликованные документы в этом томе говорят о том, что поляки планировали, значит, вот по-моему левобережную Украину, они хотели захватить, ну, в общем, они хотели обеспечить себе выход к Черному морю. Вот такие были планы и в 1938, еще в 1939 году, донесения разведки. Вот в чем ценность этого тома, что мне было особенно интересно, понимаете, там рассекречены донесения, ведь Астахов, он был профессиональный разведчик, помимо того, что он был дипломатом. Вот донесения разведки. И ты понимаешь, как принималось решение на самом верху. Вот механизм принятия решения, он обнажается, потому что донесения разведки, они же не всегда точные. Это в песне поется, но разведка доложила точно. А разведчик часто, скажем, добывает часть информации, которая искажает реальное положение дел. И это объясняется не его недобросовестностью, а тем, что ситуация меняется. Так вот, я хочу сказать, что нет, конечно, вот когда Советский Союз предлагал обуздать агрессора еще в 1938 году, ведь мы предлагали и эти документы опубликованы, но они были известны и раньше, что давайте нанесем совместный удар, остановим Гитлера. Но у Советского Союза нет общей границы с Германией, значит, войска должны были двигаться через Румынию и через Польшу. Мы предлагали с двух сторон. Вот впервые опубликованы материалы из доклада Шапошникова, тогда еще не маршала, а командарма первого ранга, начальника генерального штаба, что Советский Союз выставлял 120 дивизий пехотных, плюс кавалерийские, плюс авиационные соединения, там 5000, по-моему, одних артиллерийских орудий, там множество, несколько тысяч танков и самолетов. И мы предлагали все это двинуть против Гитлера. Значит, ну, с Румынией вопрос так решался. Румыния пропускала через свою территорию эшелоны с оружием для Чехословакии, а Польша сказала, что если над территорией Польши появятся наши самолеты, ну, тогда ТБ-3, которые были предспособлены для десанта, то мы начнем их сбивать. Вот. Ну, вот так, так что... 81 год назад, да, получается? Да, вот как раз 30-го, вот, меня поразила эта рифма судьбы. Понимаете? И вот, и Советский Союз туда не пригласили. И мы делали попытку, мы говорили, вот это, Калинин озвучил, что, в принципе, мы могли бы оказать помощь по воздуху, но возникла бы проблема снабжения, ну, допустим, мы перебросили бы часть войск на территорию Чехословакии, а как снабжать эту армию? Боеприпасом, питанием и прочее, прочее. И, кроме того, ведь и Англия, и Франция заявили Чехословакии, что если вы примете военную помощь Советского Союза, то, возможно, вы выстоите в войне, но вы будете выброшены из числа цивилизованных стран Европы. Вот так жестко было сказано. И они не рискнули начать сражаться. А соотношение сил тогда было таково, что можно было очень легко обуздать агрессор. Еще, вот вы отметили, что я люблю выразительные детали, ведь военная промышленность Чехословакии была очень развита. Там были прекрасные танки, и потом эти танки пошли на вооружение вермахта и сражались под Сталинградом в 42-м году. Те чехи и словаки, которые негодовали на Советский Союз, что его танки в 68-м году вошли в Прагу, как-то забыли о том, что чехословакские танки в 42-м году оказались под Сталинградом, их туда никто не звал. Долг платежом красен. Да, такой вот поворот судьбы. Ну и вот мы уже говорили о новых смыслах, ведь чем объяснить о том, что сейчас в принципе не то, что в старые факты вкладывают новые смыслы, а разворачивается действительно практически на 180 градусов оценки многих событий. Ну вот в частности 1 сентября, когда отмечалось начало Второй мировой и Россия не была приглашена на какие-то мероприятия, которые происходили. Ну и вот совсем недавно, уже буквально пару дней назад, министр обороны Латвии Артис Пабрикс сказал, что легионеры в Аф-НСС являются гордостью латышского народа и государства, хотя мы помним прекрасное решение Нюрнбергского трибунала, который называл в Аф-НСС преступной организацией. Вот почему сейчас происходит такое, ну то есть можно ли это считать переоценкой смыслов или это в принципе уже откровенная попытка историю каким-то образом не знаю, исказить или пересказать? Это фальсификация истории. Во-первых, я полностью с вами согласен, что было решение Нюрнбергского процесса. СС преступная организация, в отличие, скажем, от Абюра военной разведки, никто не считал ее преступной организацией. СС преступная организация, ВАФН, СС преступные формирования, все, точка. Значит, если вы хотите переосмыслить это, созывайте новый трибунал, пытайтесь апеллировать, пытайтесь пересматривать, как говорят судья, по вновь открывшимся обстоятельствам дела. Тут нет вновь открывшихся обстоятельств, я их не вижу. Значит, с точки зрения международного права, это, мне кажется, не очень корректное заявление. С точки зрения историко-профессионала, это непрофессиональное и аморальное заявление. Вообще, я считаю, что министр обороны должен заниматься войсками, я не знаю, какими-то планами, военным строительством, расходами на оборону, он не должен заниматься тем, чему не обучен. История, это серьезная наука, этим должны заниматься профессионалы. Вот, кстати, сказать, мы говорили с вами об интеллигенции, что мне очень не нравится у многих штатских историков, они рассуждают о военных вопросах, хотя никогда не служили в армии. Они пытаются упрекать маршала Жукова в каких-то ошибках, еще кого-то в недооценке чего-то. Это рассуждают люди, которые в своей жизни никогда ничем не командовали. С моей точки зрения, скажем, министр обороны, я не знаю, написал он хоть одну книжку в своей жизни или не написал. Вот, если он не написал он не должен рассуждать о явлениях, тем более в публичном пространстве, о которых написаны десятки и сотни книг. Вот, пока эти книги человек не перечитает, он не может сформировать там свою точку зрения. Вот, таков мой подход. Каждый должен заниматься своим делом. Насколько вклад вот России в разгром нацистской Германии сейчас пытаются преуменьшить и, ну, вот, как вы видите, насколько преуспевают в этом, потому что сейчас мы, ну, когда читаем, там, не знаю, спрашивают молодежь, она вся уверена, что Гитлера там победили американские солдаты, хотя и даже вот есть примеры того, что в Нюрнберге в зале памяти там нет фотографии знаменитого красного знамени над Рейхстагом, то есть там есть, наоборот, вот фотографии американских солдат, хотя Берлин освобождали, как раз брали штурмом Красная Армия. Да, это так, но я думаю, что это результат невежества. К сожалению, современный молодой человек, он мало знает, хотя он уверен, что покуглив, обратившись к интернету, он может узнать всё. Он очень мало читает, он, в общем, не умеет думать и, на самом деле, не умеет анализировать информацию, потому что умение думать, оно сформируется тогда, когда ты читаешь разные книжки, когда ты сопоставляешь. Вот я закончил Московский университет, когда я учился в университете, вы не поверите, я не пользовался учебниками, у нас это не поощрялось, ну, не то, чтобы не запрещалось, но нас приучали работать с разными книгами сопоставлять, вырабатывать какую-то точку зрения и знать разные точки зрения, не обязательно с ними соглашаться. Вот современная система обучения, особенно вот все эти мультимедийные вещи, они формируют, ну, имеют свои плюсы, это так, я не собираюсь это хаять, я не собираюсь призывать возвращаться назад, но, к сожалению, вот это клиповое сознание, оно даёт возможность для манипулирования неокрепшими мозгами человека. Ну, при уменьшать победы Красной Армии невозможно без явной фальсификации истории. Значит, как только начинается фальсификация истории, заканчивается наука. Я предпочитаю оставаться в рамках научного поля. Если открылись новые факты, если открылись новые обстоятельства дела, как говорят юристы, давайте смотреть, может быть, что-то мы представляли не так, может быть, мы чего-то не знали. Значит, вот если у нас есть время, я вам хочу рассказать то, что я сделал буквально несколько дней назад. Это ещё не опубликовано, это написано уже, сдано, вот вышел такой толстый том вестника архива президента «Партизанское движение». И в конце такой интересный документ, значит, подписанный просто краппе, шапка, такая-то дивизия вермахта, и вот человек по фамилии Краппе, звали его Гюнтер, как я потом установил, он обращается к господам офицерам и говорит, что война с Россией это 43-й год, она проходит не только в военной, она проходит в философской плоскости, в идеологической, и что Сталин сумел сформировать новое поколение людей, готовых к самопожертвованию, готовых к подвигу, и для них эта война, она действительно отечественная, он пишет отечественная с маленькой буквы, но он пишет о том, что мы недооценивали это, ну, тот, кто издал документы, он как-то не посчитал нужным или не смог установить, а кто такой этот краппе, даже имя его неизвестно, я провел исследование, выяснил, что это Гюнтер Краппе, между прочим, ветеран Первой мировой войны, он командовал взводом, заслужил Первой и Второй степени, то есть, он был отважный офицер, но выше взвода он тогда не поднялся, был обер-лейтенантом, потом занимался военной разведкой профессионально, то есть, человек был определенного кругозора, и дальше он пишет в этом документе, что есть только два революционных народа в истории, это немцы и русские, и пока мы не поймем этого, мы не сможем там закрепить наши победы, что вот военные победы надо закреплять идеологически, я, что называется, был потрясен, а дальше я посмотрел, какова судьба документа, он попал, да, этот Краппе в годы войны на 43-й год, он командовал дивизией, немецкая дивизия, это много, это больше, чем там дивизия советская по численности, это большое соединение, и дальше я увидел, что документ стал трофейным, попал в руки Красной Армии, и он попал командующей авиацией дальнего действия, Александру Евгеньевичу Голованову, ну, в тот момент маршалу авиации, в 44-м году он станет главным маршалом авиации, это был любимец Сталина, он начал войну подполковником, командиром авиационного полка, закончил его главным маршалом, самое стремительное восхождение, ни у одного военачальника не было такого, через столько ступеней, и он передал Сталину, да, а Голованов, кроме того, имел отношение к спецслужбам и арестовывал Савенкова, вот такая у него была биография, вот, и Сталин это прочитал, а в 45-м году Гюнтер Краппе, который командовал уже корпусом СС, причем Краппе не был в СС никогда, вот очень интересно, там было свыше 30 корпусов СС в Третьем Рейхе, и только 5 человек генералов не были членами СС, один из 5, вот этот Гюнтер Краппе, и он попал в плен, уже был генерал-лейтенанта, попал в плен в зоне ответственности советских войск, и был в нашем лагере для военнопленных, так вот, в 49-м году его освободили, отправили в ФРГ, уникальный случай, и я сделал вывод, что вот этот сумрачный германский гений немецкого генерала понравился Сталину, и он проявил вот такое милосердие, помните, как Толстой рассуждает о дубине народной войны, и что она гвоздит неприятеля до тех пор, пока вот чувство неприязни не сменится чувством снисхождения и жалости, так вот, в 49-м году Сталин смог проявить уже чувство снисхождения и жалости вот к этому отдельно взятому, довольно-таки умному немецкому генералу, вот я об этом написал статью, и бог даст, она будет опубликована в одном из ближайших номеров журнала «Родина», как я говорю в этих случаях, читайте журнал «Родина», в нем самые свежие новости о прошлом России. Спасибо большое, Семен Аркадьевич, что тут был сегодня в нашей студии, всего доброго, до свидания.